Пластик, стекло, бутылки, такого мусора только за 4 часа в Матюшинском лесничестве собрали два КАМАЗа. Как говорят сами лесники, свалки как химическая мина. В почву уходят яды и токсины, еще опаснее битое стекло. По большей части пластиковые бутылки выкидывают, стеклянные. Ну, сами понимаете, из стеклянных бутылок у нас появится возгорание, очаги огня. Говорят, это очень опасно, пожароопасный период как бы начался уже. Рейд работников Минлесхоза два месяца на противопожарный патруль ежедневно, но благодаря всем мирам в республике за последние 5 лет не было ни одного крупного пожара. Майские праздники, все с приходом хорошей погоды поедут в лес, шашлыки делают, поэтому мы всегда должны быть на щеку и контролировать наши леса. Мы проводим встречи с учениками в школах, также вдоль дорог мы развешиваем различные агитационные материалы. Пожароопасен и сухостой. Сейчас над рукой погибших деревьев работают 4 бригады. Далее мертвую древесину уберут, чтобы избежать роста стволовых вредителей. Валежник с начала этого года могут бесплатно собирать и татарстанцы для своих бытовых нужд. На месте убран у сухостой открытых участках леса уже на этой неделе начнут высаживать новые деревья. По всему пригородному лесничеству высадят более 300 тысяч елей сосен. Ими покроют 75 гектаров территории. Уже с начала этого года из пригородного леса вывезли 25 кубометров мусора, а за весь прошлый год в 10 раз больше. Лесники ликвидировали 5 крупных свалок и привлекли к ответственности 2 десятка нарушителей. Захламление участка лесного фонда является нарушением статьи 8.31 административного кодекса. Санкция в лесопарковых лесах от 4 до 5 тысяч на физических лиц, на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей. Лесники провели уже более 90 рейдов, а уже 22 апреля на уборку леса выйдут волонтеры акции «Чистые леса Татарстана». Юлия Муратова, Андрес Интальцев, ТНВ, Лаишевский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова